Осень традиционно сопровождается уплатой налогов. Причем в этом году заплатить за владение квартирой, машиной, землей необходимо до 1 октября. Времени, как видите, осталось не так уж и много. Для этого налоговые инспекции региона откроют двери даже в нерабочие дни и расскажут южноуральцам, как удобно и быстро сделать оплату. Подробности узнаем прямо сейчас. Разъяснить все вопросы пришла начальник отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц УФНС России по Челябинской области Елена Зотова. Доброе утро, Елена Васильевна. Здравствуйте. Ну вот раз уж мы заговорили об открытых дверях, расскажите, когда это будет? Кто может к вам прийти? Что вы будете рассказывать? В ближайшие пятницу и субботу, 18 и 19 сентября, во всех налоговых органах страны пройдут дни открытых дверей. Не исключение и Челябинская область. Все инспекции нашей области ждут всех желающих получить информацию по имущественным налогам в пятницу, 18 с 8 утра до 8 вечера и в субботу с 10 утра до 3 часов дня. В это время можно получить любую интересующую информацию по имущественным налогам. Можно получить повторно, если не получили по почте, платежные документы на уплату налогов, срок уплаты которых истекает 1 октября, как вы сказали. Можно будет заявить льготы и представить подтверждающие документы. Можно будет поспорить с налоговым органом, если вы не согласны по сумме, которая в вашем уведомлении стоит по сумме налога. Если у вас есть замечания к каким-то характеристикам объекта и к нашим расчетам. Можно подключиться к нашим сервисам, к личному кабинету налогоплательщика, который позволяет общаться с налоговым органом, не приходя туда совсем. То есть целый спектр. Кстати, это очень удобно, потому что вы объявили, допустим, день открытых дверей. Это два дня. Представляете, сколько людей к вам придут? Опыт проведения дней открытых дверей у нас уже есть. Мы в течение последних трех лет их проводим. И наблюдается очень большая потребность. Тысячи людей приходят в налоговые органы в эти дни. Прийти в налоговый орган можно в любой день, в рабочее время. Два раза в неделю инспекции работают до восьми вечера. Но в дни открытых дверей мы выводим больше сотрудников. Мы создаем более комфортные условия для налогоплательщиков. То есть мобилизуем все свои ресурсы для того, чтобы граждане смогли получить все необходимое, всю информацию в эти дни, в том числе выходной. Елена Васильевна, а почему в этом году мы на месяц раньше должны заплатить все налоги? Банально изменилось законодательство. Это один из этапов по оптимизации исчислений и уплаты имущественных налогов. Раньше по каждому налогу из трех, имущественный налог, налог на транспорт, налог на землю, приходили отдельные документы, разные сроки уплаты были. И постепенно, в течение нескольких лет, этот процесс оптимизируется. На сегодня уже гражданин получает одно уведомление от инспекции, где у него имеется, допустим, квартира, машина и земельный участок. То есть по всем трем налогам обязательства в одном уведомлении. Срок уплаты уже единый. А в ближайшие год-два налогоплательщики будут получать одно уведомление по всей стране. То есть даже имея объекты, допустим, в Крыму, на севере где-то, все они будут указаны в одном документе и уплачиваться в один срок. Елена Васильевна, то есть получается, если мы в этом году налог платим до 1 октября, должны заплатить, по идее, письма уже должны были прийти из налоговой. А вот, допустим, мне не приходили письма ни на машину, ни на дом, ни на землю. А что с этим делать? Абсолютно правильно. На сегодня все граждане, являющиеся плательщиками имущественных налогов, должны получить уведомления. Мы их направили в мае-ноябре на Почту России. И с учетом сроков оказания почтовых услуг, эти уведомления уже должны быть у граждан. Если кто-то по каким-то причинам уведомления не получил, причины могут быть разными, начиная от технических, заканчивая банальным непроживанием по месту регистрации. Необходимо позаботиться о получении этих документов. Либо прийти в налоговую инспекцию вне открытых дверей, либо в другой любой день. Есть еще более простой способ – зайти на сайт налог.ру. Есть опция обратиться в налоговые органы и обратиться в ту инспекцию, от которой вы не получили уведомления. А может быть, есть какие-то льготы? Да, льгот очень большое количество. По всем трем налогам льготы предусмотрены в различных законах, решениях местных органов. Например, налог на имущество физических лиц и земельный налог – это местные налоги. И в каждой территории, в городе Челябинске, в городе Магнитогорске, в селе Аргаяш, в каждой территории свой нормативный акт, в котором предусмотрены свои ставки налогов и отдельные льготы. По налогу на имущество физических лиц есть также льготы, которые действуют по всей стране, а есть льготы, которые отдельно действуют, свои в каждой территории. Чтобы понять, есть ли у вас льгота и какие вообще существуют льготы, тоже предлагаю обратиться на наш сайт налог.ру. С 2015 года подход к предоставлению льгот изменился по налогу на имущество физических лиц. Теперь льгота предоставляется льготным категориям по одному объекту каждого вида. Например, пенсионеры раньше по имуществу освобождались от налогообложения совсем. Приведем пример пенсионера. У пенсионера будет льгота по одной квартире, по одному дому, по одному гаражу. Спасибо вам большое за то, что вы к нам пришли. А я напомню, что в гостях нашей программы была начальник отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц УФНС России по Челябинской области Елена Зотова. И несколько слов нашим телезрителям. Уплачивайте налоги вовремя. Приглашаем всех налогоплательщиков в пятницу и субботу ближайшие в налоговые инспекции Челябинска и области. А мы вернемся в студию через несколько минут.